это побег никогда не знаешь что будет через минуту через секунду если бы вы знали как отсюда воняет конем экономить семейный бюджет надо мать доброе утро доброе утро всем привет день 41 недельки проснулись на берегу вислы это побег все недельки собираются отдохнули вот на берегах вислы двигаемся в краков настя поеду в краков а потом в брест поедем и домой нас тоже хочет домой а чего ты хочешь домой она хочет домой потому что хочет арбуз мы говорили что мы приедем домой мы купим большой арбуз и все эти перебенок хочу домой но она хочет маленький вы куда менее маленький а себе большой будем ели пить и умываться его желание ехать босиком чтоб ножки дышали нас вообще человек парадокс и жару она хочет кофту надеть и кроссовки в палатке она не хочет спать в спальнике она раскрывается хоть даже когда холодно мы пытаемся накрыть хоть чем-то даже одежды уже пытались ее укрывать когда она спит она все равно раскрывается да настя а в жару ты просишь одеть кофту и кроссовки и капюшон еще сверху в общем поехали мы в краков под мясное копыто в общем поехали мы в краков под мясное копыто велодорожка вдоль вислы собственно висла велодорожка до грунтовая местами мне кажется поляки как-то асфальт чуть-чуть не рассчитали потому что с большего идеальный асфальт а местами гравейка причем такими шел асфальт прервался кусок гравейки потом опять асфальт хороший может экономили я не знаю поотвечать бы на ваши вопросики даже вопросиков особо нет все говорят просто недельки красавцы молодцы спасибо нам очень приятно для тех кто считает что это бред дикость и неоправданный риск ну сидите дома никуда не ездите мы за вас если что круто нем я прекрасно понимаю что да местами где-то опасно так и дома сидеть опасно жить вообще в принципе опасно ребят никогда не знаю что будет через минуту через секунду вот никто не рискует не детьми не собой поэтому не надо выдумывать но вот опять велодорожка шла заворачивает на такой тещин язык и вот туда то есть ну тут канал течет вместо того чтобы сделать насыпь с мостом решили обогнуть вот так если просто по велодорожке покататься это конечно замечательно лишние километры на не хочется лишнего сейчас кататься полтора часа покрутили доехали нашли детскую площадку не выпустили каракена побегать большая детская площадка стоянка для велосипедов горячая . вай-фай сортир только наверно воды нет вот еще воды как вот в австрии в вене вот когда мы были на каждой площадке вообще шоколадно было походе у меня со вкусом проблемы захотелось я взял мясо чипсов булка молоко булка называется бабка йогуртова или йогуртова так ты возьми кусочек и попробуй может сейчас выкинуть придется может не смачно попробуй ну кусочек попробуй для начала вкусно есть и можно а недельки докрутили до кракова на окраине кракова 4 часа дня наверное сейчас пару часиков проедем посмотрим а там будем думать что делать но это два варианта либо искать стоянку где-то в городе либо выезжать и все второй вариант выезжать и все это дешевле красиво ну не знаю видно не видно монастырь на холме класс красиво смотрится на 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Ну все, до утра. День 42. Проснулись в Кракове. Где-то возле реки Вислов. Сегодня нам обещали дождь. Часиков ближе к обеду дождь передавали. Надеюсь, не пойдет. Просушиваю палатку от конденсата. Немножко тент уже просох. Проверить, не забыли ли все. Слизи. Но слизи мы не могли забыть. Точнее, слизи не наш, поэтому мы его не берем. Катя подходит, он у него в руках слизи. Такой огромадный. Мать, проверь еще раз. У меня новый телефон. Отличный шлем полиспорт. От нашего технического спонсора. Он-байк.бай С женой еще 20. Город Минск. Рекламу, да? Выехали и едем дальше по велодорожке. Удобно. Сейчас еще немножко вдоль Вислы проедем. И надо отходить в сторону. Нам уже надо подниматься на северо-восток. Чуть меньше 500 километров до погранперехода нам осталось. 42 дня, 1700 километров и 1300 евро. Вроде как гроза, но боком проходит. Пошел дождь, успели вскочить на остановку под навес. Может не так и страшно, может сейчас пройдет, но по крайней мере пугануло нас. Буквально 5 минут прошел дождик. Чуть-чуть взобрызнул, даже асфальт уже успел высохнуть. Отлично. После дождика свежо. Не жарко. И пыль прибила. Воздух чистый, класс. Еще асфальт влажный. Хорошо, что не затяжной, как в прошлый раз. На два дня. Заехали в какой-то очередной городок. Нашли детскую площадку. Дети гуляют, а мы будем кушать. Катя опять покачала? Вот это Катя. Всегда любит покакать не много раз. Наська нашла себе друзей. А я сейчас буду кипятить воду, что-нибудь заваривать. Ну и наглость, второе счастье. Там какой-то до Мурада, окошко открыто. Я подошел, зарядку и телефон. Можно? Можно. Ну вот все, заряжается. А Настюха неплохо устроилась. Вот хорошо тебе, да? Тетя и катает себя. Брукс промялся под меня. Походу разносил, так сказать. Не стоит прогеваться, чтобы это не было. А Брукс прогнулся. Уже вот появились выемки под седалищные кости. Проехал я на нем уже порядка 2000 километров. Даже, наверное, 2500. Ну, приятное ощущение. Всю поездку я еду в обычных шортах без памперса. С трусилевичами, либо без трусилевичами. Но в тонких шортах без памперса. Мне комфортно. Было в начале поездки что-то я поднатер немножко. Но мне кажется, под эти шортами немного трусы как-то замялись. И, наверное, неудачно. Чуть-чуть натерк. Все, больше проблем не было. При условии, что едем в день от 3 до 5 часов. То есть, как бы, ну, я считаю, что нормально. Ну, мне нравится, мне нравится. Бывает иногда хвост немеет. Ну, это надо встать на педальки и постоять немножечко. И вот кровка прилилась, и все нормально. А Катька нашла один злотый на площадке. Я не буду говорить, что мать его просрала потом в туалете, который платный. Она кинула денежку, а она... А дверька все равно не открылась. То есть, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Да, мать? Вот так. Экономить семейный бюджет надо, мать. Экономия должна быть экономной. Саша, 32 годика, владелец квадрокоптера. Владелец квадрокоптера. Управляющий квадрокоптером. Я как шариков. Шариков у меня фотоохота. Так, куропатки были. А где олень? Вот паскуда, стоял же тут жрал. Косуля стояла. Собаки залаели, испугали. Фазаны вон бегают, куропатки. Вот этот хитрюга оленя. Стоял здесь, эту травку щипал. Вот только соберешься фотоохоту устроить. Как на тебе, спугнут. Выехали сегодня с Кракова. Ехали, ехали. Ничего особого, что-то как-то и не привлекало внимание. А тут уже не успел достать камеру. Проехали в какой-то очередной деревушек. Магазинчик. Alka Market 24. Но название Happy. Для тех, кто не знает английского, это счастье. Шикарно. Умеешь же делать название, а? Красота. Хорошо было, не было дождя целый день. А сейчас опять заморосил. Хотя грех жаловаться. Дождь, по прогнозу, вообще должен был быть целый день. Так что еще неплохо отделались. Но, бляха, по-мокрому сейчас палатку ставить не очень хочется. Сзади сверкает, гремит. Походу, туча нас нагоняет. А нам туда поворота на реку немножко осталось. И будем искать уже место, где ночевать. Проехали 50 километров. Я думаю, сегодня уже и достаточно. С одной стороны светло, с другой стороны темно. Походу, темная сторона сегодня побеждает. Дождь не проблема, детей накроем, сами вымокнем. Ничего, так может мыться не придется. Тоже плюс. Накрываем детей. Все-таки дождь пошел, зараза. Настенька, поставь ножки. Пончо Хамакс. Спасибо, дорогой тете, за подарок детям. Тетя в Москве живет. Я ей заказал, она мне задарила. Спасибо. Вот. Сухо тебе, тепленько? Угу. Все, дети укрыты. Ну а мы с маманой не сахарные. Пару километров потерпим, хотя дождь реально сильный. Вот ехали мы вот там. Кстати, в поле зайца видели, прикольно. Почти рядом с нами поднялся. Подняли сюда на велодорожку. Тут велодорожка. Висла на трассу Ровера. Роверова. И вот здесь думаем где-нибудь встать. Ладно, мать, давай вниз. Ну все. Практически прошел дождь. По-бырому поставили палатку. Сначала поставил каркас и внешний тент, потом подстегнул внутреннюю палатку. В дочь особо не приходилось так, ну, ставить. Поэтому никогда не пользовал этот метод. Работает, работает. Палатка практически не вымокла. То, что на второе дно накапало, я быстро полотенцем убрал. Вот и все. Главное, что дети сухие. Все сухие. Там солнышко пробивается. Наверное, сейчас и дождь закончится. Туча прошла. Это была, наверное, грозовая. Скоро повылазим из палатки. Конечно. Это был страйк. Дождь прошел. Все мокрое. Выпустили босиком детей. Вариантов не особо. Шибко красиво. Шибко красиво. Конечно, не будь туманная, облаков было бы не так красиво. Но сейчас вот прям вот как надо. Даже успел дрон запустить на всю эту красоту. Пока солнышко есть, на закате дать. Очень впечатлило. Сейчас то ли пар какой-то, то ли тучи. Бляха, очень красиво. Испарено это идет. Класс. Очень красиво. Это, если что, река Висла. Мы опять выехали к ней. Завтра с утра продолжим движение по велодорожке. Возможно, более красочные будут кадры. Выехали мы сегодня из Кракова. Все хорошо. Дорога была неинтересная. Снимать показывать нечего. Эмоций никаких. Что решили. Нам до Бреста 500 километров. Как бы это следующая точка нашего путешествия. Но мы подумали, что слишком какая-то далекая цель, размытая. Придумали себе сделать промежуточную точку. У меня прабабушка из города Сандомир. Это отсюда, наверное, уже километров 120 километров. Ну и 160 от Кракова. Мы поедем в Сандомир. Поедем, посмотрим родину моей прабабушки. Там небольшой город. Там 23 тысячи вроде бы населения. Я в Википедии посмотрел. Я там никогда не был. Честно говоря, практически ничего не знаю о своей прабабушке. Но знаю, что в каких-то там домовой книге в старой нашел запись, что бабушка из полячка и вот она из Сандомира. И очень интересно поехать посмотреть. Я давно хотел, но все не получалось. А раз вот уже проездом обязательно заедем, глянем. Но это мое личное. Просто любопытно. Так что не араб я. Немножечко поляк, но не араб. Если что. Чистый огонь. Дорого, но вкусно. Вкусные яблочные чипсы. Короче, у меня дед картошку раньше резал мелко. Подожди, пожалуйста. Картошку мелко резал. И сушил над плитой. Тут тоже получалось что-то типа это. Но не такие хрустящие, как это. Очень вкусные. Кисло-сладенькие. Еще не в каждом магазине найдешь. Я сегодня дорвался, две пачки купил на радостях. Летят на ура. Дети с удовольствием кушают. Да, вообще как перекус детский. Ну, надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok